Учить рулить будут по-новому. В силу вступил приказ Миноборнауки, в котором прописаны примерные программы подготовки водителей. Какие это повлечет последствия для автошколы, для будущих слушателей, в интервью нам рассказал преподаватель первой автошколы Виктор Яковлев. Появилось очень много новых категорий. Под эти категории потребовались новые программы учебные. Программы были разработаны, но очень долго они проходили экспертную оценку, внедрялись. И вот с 11 августа наконец-то программы эти приняты. И теперь все учебные заведения обязаны работать по этим новым программам. Для того, чтобы работать по этим новым программам, любая автошкола должна сейчас пройти экспертную оценку ГИБДД, то есть получить заключение о материально-технической базе, о кадровом персонале и так далее. После этого автошколы либо получают, либо не получают возможность работать дальше. В чем разница этих программ? Ну вот если убрать нашу основную категорию В, то здесь разница не очень большая. Здесь немножко увеличилось время на теоретические занятия. Добавились такие предметы, как основа психологии. То есть здесь нужно будет учеников, будущих водителей учить и к разрешению конфликтно-спорных ситуаций, которые часто возникают на дороге. По новым требованиям добавляются также часы теории и практики в программу. Помимо лекций о правилах дорожного движения, придется прослушать, например, курс психологии. Теперь о самом главном. Если раньше обучение в автошколах контролировало Министерство образования, то сейчас к нему добавляется и ГИБДД. Лицензию автошколам будут выдавать госавтоинспекции только после проверки. Если раньше это делали просто на основании документов, то теперь правоохранителям придется выезжать в каждое учебное заведение. Инспектор обязан осмотреть помещения, автомобили, площадки для езды и даже сфотографировать все это. Проверят ГИБДД и учебные программы. Они, конечно, в каждой школе свои, но должны соответствовать тем самым примерным правилам, которые уже начали действовать. Кстати, новые правила расширят список категорий прав. Если раньше их было 9, то теперь будет 10 категорий и 6 подкатегорий. Есть и такие, которые касаются водителей скутеров и мопедов. Им тоже придется сесть за парты и пройти обучение. Зато сдавать экзамены можно будет на машинах с коробкой автоматом. Правда, в правах будет об этом пометка, и на механике такие автолюбители уже покататься не смогут. В целом, требования к автошколам ужесточились, и чтобы получить лицензию, многим придется технически перевооружиться. На это, конечно, понадобится время и деньги. И еще, в связи с увеличением часов теории и практики, автошколы, скорее всего, поднимут цены на свои услуги.